Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня программа «Подоплёка» посвящена финансам. Мы уже эту тему обсуждали, наверное, месяца три назад с нашей сегодняшней гостью Любовью Швецовой, депутатом Сейма и бывшим руководителем отдела расследования службы госдоходов. То есть человеком, который непосредственно занимался контролем за всяческими нехорошими финансовыми операциями и разоблачал махинаторов. Ну так вот, то есть у Любови… Добрый день, Любовь. Добрый день. Большой опыт в этой сфере. И поводом, наверное, для этой программы послужило то, что всё больше накаляет атмосферу в нашей финансовой сфере деятельность службы финансовой разведки, которая отметилась недавно тем, что опубликовав свой годовой отчёт о суммах замороженных средств на счетах в латвийских банках, фактически внесла Латвию в список самых неблагоприятных стран в плане отмывания денег. То есть мы просто переплюнули всех по объёмам, наверное, замороженных средств. Об этом мы поговорим немножко позже конкретнее. Но с этим сопрягается ещё одна информация, которую буквально пару дней назад опубликовал эксперт Конфедерации работодателей Янис Херманис. И эти данные говорят о том, что по экспорту услуг Латвия скатилась на последнее место среди балтийских стран. И всё время она была в серединке. Значит, зато сильно прибавила Литва. Сейчас в литовском экспорте услуги составляют четверть оборота этого государства, то есть внутреннего валового продукта. И в частности, одним из секторов, который значительно прибавил обороты, являются информационные услуги, информационные технологии и информационно-коммуникационные услуги. Таким образом, святое место пустое не бывает. И когда Латвия начала, как говорится, закрывать двери для финансов, Литва их, так сказать, гостеприимно открыла. Но почему-то это никого особо пока не взволновало. Любовь, скажите, на финансовой комиссии Сейма, вообще в коридорах власти обсуждается этот вопрос? Насколько далеко еще может идти служба финансовой разведки в замораживании денег предприятий, которые решились доверить их Латвии? Или все-таки должен быть какой-то здравый смысл в этой деятельности, и он когда-то восторжествует? Да, вопрос очень актуальный, насущный, я бы сказала, и действительно обсуждается периодически на разных комиссиях. На достаточно разных комиссиях Сейма не только бюджетной и финансовой комиссии, но и под комиссии по контролю за финансовым сектором, в том числе и на комиссии по европейским делам Латвии, вы очень правильно сделали акцент на то, что анализ результатов экономической деятельности Латвии по сравнению с Литвой в области, в том числе оказания услуг и экспорта услуг, в Литве вырос, а в Латвии как бы уменьшился. И оно понятно, почему? Потому что Литва дефинировала себя как раз в том числе и в области оказания финансовых услуг, как страну, открытую для финтех-технологий, страну, открытую для оказания современных услуг по финансовому обслуживанию для клиентов и для предприятий, именно в области перечисления денег и других финансовых операций. И автоматически получается, что санкции, которые ввела и которые требуют неукоснительно и достаточно жестко, обращаясь с финансовыми ресурсами клиентов, банков, и особенно достаточно сильно и очень у многих предприятий, замораживая и проводя проверки документации по движению денег в Латвии, надо понимать, что бизнес – это очень подвижная и очень быстро реагирующая… Среда. Да. Среда, предпринимательство само по себе, оно не выживет, если оно не будет меняться и не будет приспосабливаться, и не будет искать оптимальные варианты для уменьшения расходов. Особенно с учетом в том числе и того же самого экономического кризиса, который нас сейчас ожидает и уже наступает, со все более тяжкими последствиями после COVID-19 эпидемии. Литва целенаправленно шла в направлении как раз формирования политики страны, открытой для предприятий для финтех-технологий, открытой для предприятий и услуг в секторе финансового… оказания финансовых услуг. Латвия в то же время сделала с подачи службы финансовой разведки все для того, чтобы ограничить возможности оказания данных услуг и для того, чтобы не оценивая риски потерять инвесторов, потерять инвестиции, потерять деньги, соразмерить риски с теми потерями, которые принесут требования, которые все больше и больше наносят дополнительную, которые несут дополнительную нагрузку административную, бюрократическую и финансовую на предприятия для доказательства того, что они не являются, скажем, отмывателями денег, для того, что они не являются какими-то, не знаю, серыми, черными или преступными группировками и не отмывают такие деньги. То есть всегда нужно учитывать, во-первых, какой административный ресурс необходим, сколько это стоит предприятию, сколько это стоит финансовой компании, какие нормативные базы это регулируют и какая ситуация по соседству с тобой. То есть никто не отменял конкуренцию не только в среде бизнеса, но и в среде стран и государств, которые находятся по соседству. И еще очень важный аспект, который просто-напросто предлагаю для внимания слушателей, это тот момент, что в Литве тоже происходила проверка с соответствием требований Манюэлл, примерно некоторое время до того, как в Латвии проверили, которая, кстати, прошла тоже с определенными минусами, но в прессе Литвы и службы литовской, правительственные службы, у них было всего три официальных сообщения публичных по ситуации с проверкой Манюэлл и по ситуации с отмыванием денег. То есть они не раздували из этого какую-то компанию? Я бы сказала, это государство, которое на политическом уровне приняло решение, что они не мазохисты. И они понимают, что риск отмывания денег идет в том числе и с тем риском, какой может быть нанесен при сильном административном бюрократическом аппарате вообще любым инвестициям и притоку инвестиций в страну. То есть когда ты принимаешь определенные решения, ты должен видеть, сколько тебе это будет стоить и кто за это заплатит. Латвия и служба контроля Латвии, к сожалению, приняла решение, что меры, которые Латвия готова принять, мазохистки сообщая о том, что у нас была проверка, что у нас только нарушений. Но сила постоянно эту тему. То есть публичность, негативная оценка того, какие недостатки имеют место быть, на самом деле они имеют место быть. Или, может быть, чиновнический аппарат недостаточно эффективно мог справиться с теми рисками, которые имели место быть. А как вы объясняете вообще накал информационный вокруг этой темы? Ну, на первых страницах газет и журналов мы публикуем о том, что там 300-400 полицейских произвели очередные обыски в АБЛВ и так далее, и так далее. Вот кому это выгодно? Зачем так делать? Видите ли, я бы сказала так. Если исполнительная власть, коей является служба финансовой разведки, хочет получить определенный ресурс дополнительный, около 10 миллионов евро дополнительно по бюджету присвоено службе финансовой разведки. Вот сейчас, в течение этого года? В бюджете прошлого года было предусмотрено дополнительно 10 миллионов для поддержки именно контроля финансовой разведки. Раньше называлась данная служба контрольная служба. Поэтому очень логично и понятно, что с таким ресурсом, используя пиар-инструменты, можно обосновать и свое существование, и 10 миллионов, и, может быть, даже не только 10 миллионов, но и гораздо больше миллионов для того, чтобы говорить о том, что тебе необходимо увеличение штатов, увеличение программного обеспечения, увеличение визитов за границу, увеличение финансирования, повышение зарплат. Я не говорю, что не должно быть достаточным финансирования таких организаций и структур, оно должно быть, но оно должно быть пропорционально тому, насколько эффективно они работают. Так они же показывают, что они эффективно работают. Эффективность не выражается в количестве замороженных денег. Эффективность не выражается в громких пиар-компаниях и в маске шоу во время обысков и задержаний. Это не эффективность работы. Это пиар-компания, которая используется для обоснования собственного существования, для обоснования собственного дополнительного финансирования, для обоснования того, чтобы потом прийти и потребовать у тех же самых депутатов, чтобы из вот тех, как вы сказали, замороженных денег, я взяла с собой статистику, получается, что за первую четверть этого года служба финансовой разведки заморозила, возможно, преступно добытых 159,8 миллионов евро. И это в 4 раза больше, чем в предыдущий год, аналогичный промежуток времени. К чему это может привести? Как пример, я сошлюсь на публикацию в журнале Forbes от 11 мая этого года, где был сделан достаточно компетентный анализ ситуации и сравнение Латвии и других стран, то, например, в 2019 году на Кипре, это государство, которое тоже достаточно предлагает активно услуги финансовых операций, заморожено 115 миллионов, из которых конфисковано 13 миллионов. В Великобритании за промежуток 5 лет, с 2014 по 2018 год, заморожено 1,5 миллиард евро, что в среднем составляет в один год около 300 миллионов. И причем из этих средств 76% были реабилитированы. Статистика ФАТФ данные. Публикация журнала, еще раз повторю, Forbes, Латвия от 11.05.2020. О чем это означает? Это означает о том, что латвийская финансовая разведка настолько увлеклась цифрами и большими цифрами, что по всей видимости уже не видит границы, где разумные и обоснованные замороживания денег уже являются как бы просто-напросто, они ведут к тому, что мне понравилось замораживать, сейчас мы все заморозим. И пусть потом те, кому эти деньги принадлежат, кто их заработал, докажут. Это надо понимать, что логика мышления чиновничества и логика мышления бизнеса, они разные, чиновники никогда не зарабатывали и не умеют зарабатывать. Они вообще не понимают, что значит заработать не то, что там миллион, что значит заработать евро, заработать большая часть. Потому что время работы чиновников от и до, вот в 8.30 начали, в 5.30, 17.30 закончили работу. Это график исполнения определенных процедур, исполнения определенных требований и соблюдения законодательства. Но законодательство – это просто рамки. И я хочу сказать, что у службы финансовой разведки уже появились очень неприятные тенденции, которые можно оценивать в том числе, как и вмешательство во внутреннюю политику соседних государств. Я имею в виду о том, что на прошлой неделе в Белоруссии в связи с выборами президента Белоруссии Лукашенко вспыхнул достаточно серьезный информационный всплеск, когда оппозиционеров, которые выставили свои кандидаты тоже на президентские выборы в Белоруссии, их просто-напросто либо задержали, либо каким-то образом возбудили административные уголовные процессы. Один из таких достаточно ярко выраженных процессов, о чем в том числе имеют место быть публикации и в зарубежных массовых источниках информации, как Radio Free Europe и на домашней странице омнести публикации о том, как в Белоруссии преследуется оппозиция. И нужно понимать, что сам господин президент Белоруссии Лукашенко, давая свое интервью агентству тут 28 июня 2020 года, говорит, да, во время, почему службы Белоруссии обратили внимание на Бабарыка, как бы, это является информацией, полученной от нашей службы, латвийской службы финансовой разведки, и которые передали соответственным спецслужбам Белоруссии, спецслужбы Белоруссии использовали это для того, чтобы просто-напросто задержать Бабарыка и его семью, предъявив им обвинение в отмывании денег. Эта ситуация касалась Белгазпромбанка, и это господин Бабарыка, он председатель правления этого банка, был до тех пор, пока не было возбуждено это дело. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Ну, раз за разом приходящие эксперты, вот к вам в передачу или в другие передачи, они рассказывают о том, как в Латвии не работает, криво работает, ужасно работает, просто заблокировано. Государственная власть, государственный аппарат, бюрократия и все остальное. Мы это слышим 30 лет. Мы знаем, что в Латвии все криво и косо, мы знаем, что финансовое управление управляется извне, что все эти запреты и давление направлены против российских денег. Агрессия против Бабарика направлена против пророссийского кандидата, который может быть более сговорщим, чем Лукашенко. Что это все направлено в одну сторону. Это мы все знаем. Делать-то что? У нас все криво, все косо, деньги воруют. Если ваш гость-эксперт, она должна знать, что в 2016 году по заказу Еврокомиссии РАНД, такая аналитическая компания, сделала анализ коррупции в странах Евросоюза. Они привели ужасающие цифры, о чем не говорит, кстати, радиоболтком. У нас разворовывается уже из собранных бюджетных денег 37%. Разворовывается уже из собранного бюджета в Латвии. 37% – это оценка Международного аналитического агентства. То есть из 9 миллиардов, 4 миллиарда у нас чиновничество ворует уже собранных с нас простых смертных денег. Но это все знаем. Делать-то что? С автоматом выходить? Какие перспективы? Понятно. Спасибо большое за ваш вопрос. Что делать? Я вам скажу так, что я бы не сказала, что воруют только у нас и только в Латвии. По оценкам экспертов, риски коррупции и коррупционные показатели, допустим, в той же самой Литве, они тоже достаточно высокие. И даже если не ошибаюсь, не смогу сказать из головы насколько точно, они несколько выше даже, чем у Латвии. Показатели по литовской коррупции. Я считаю, что система, которая позволяет незаконно использовать бюджетные денежные средства, она является последствия того, что как бы демократия развивается постепенно, институты демократии в том числе. Политическая система тоже развивается постепенно. Я хочу просто сказать, что политическая система определяет институцию и работу исполнительной власти. И, к сожалению, нужно понимать, что до тех пор, пока не сменится ряд поколений в Латвии, пока не поменяется политическая ситуация в стране, пока не вырастет новое поколение тех, кто будет заниматься и приходить в исполнительную власть и в политику, то ситуация не поменяется. Я не думаю, что никакие автоматы никогда ни к чему хорошему не приводили. Есть путь эволюционный развития событий, а есть путь революционный. Хорошо, давайте вот эту конкретную ситуацию. Значит, служба госфинансовой разведки является структурой подчиненной Министерству внутренних дел. А вы, как депутат, видите откровенно, что эта служба перегибает палку. Бюджетно-финансовая комиссия встревожена, возможно. Возможно, она встревожится еще больше, когда ознакомится с данными сравнительными по экспорту финансовых услуг. У нас не так много вещей, на которых мы можем зарабатывать, в отличие от нефтяносных и прочих богатых ресурсами стран. То есть, если мы говорим о том, что у Латвии до сих пор там в ее экономике было три столпа, это транзит финансы и, возможно, туризм, лесопромышленный комплекс, то мы сейчас видим, очевидно, что по первым двум пунктам мы просто катимся под откос. И сделать с этим ничего нельзя? Или все-таки служба финансовой разведки не является государством в государстве, а имеет какой-то, в том числе, парламентский контроль и может, в конце концов, отчитаться? Насколько обоснованно она, так сказать, машет дубины во все стороны? Служба финансовой разведки прикрывается очень громкими красивыми лозунгами, которые сама же до этого ретранслировала и которая же сама на основании той же информации, которую чиновники предоставили, соответственно, тем же самым экспертам Маневел и экспертам не только Латвии, но и, скажем так, Америки, назовем такие вещи своими именами, она, прикрываясь самими же ими данными цифрами, обосновывает все те преследования, все те задержания, все те заморозки финансовых ресурсов, которые производятся. Насколько парламентский контроль, парламент не выбирает госпожу Знотанью, вернее, те, кто уже ее выбрал, они ее выбрали, и она теперь, скажем так, реализовывает ту политику, для которой она и была выбрана. Это руководитель службы финансовой разведки, я поясню. Это означает, что просто-напросто выбрали человека, который, несмотря на какие-то побочные эффекты, негативные эффекты, может без предубеждения и без взвешенных отрицательных аспектов, однозначно просто-напросто уничтожить определенный сектор или оставить только один конкретный или несколько игроков на поле, которые являются, допустим, представителями только скандинавского банковского капитала или только американского банковского капитала, скажем так. Так, ну это тоже политика, скажем, определенная, и эта политика расчищает определенный только данным игрокам поле для игры. Слушайте, ну если бить по рукам инвесторов, да, и делать это в течение длительного срока, то это вообще может отбить желание у любого инвестора приходить в Латвию. И независимо от того, будут ли здесь американские банки или скандинавские, если такого желания не будет, то и эти банки не заработают. Мы можем только определять, скажем так, реализовывая политику, определенный инструмент исполнительной власти действует в определенных категориях. То есть это однозначно сигнал, который посылает служба финансовой разведки, говорит о том, что определенные финансовые компании, или не только финансовые, но определенные компании, чьё происхождение дефинируется неприемлемыми для них геополитическими аспектами, просто-напросто в Латвии не нужны. Если они не нужны, и если эта исполнительная власть реализует такую политику, то нужно понимать, эту политику акцептируют правящая политическая коалиция. Правильно? Правильно. Эту правящую политическую коалицию избирает кто? Парламент. Парламент кто избирает? Депутат, население. Народ, правильно, население. И тогда у меня сразу появляется, исходя из этой цепочки, ответ вот господину, который звонил. Те 100 человек, которые на сегодня сидят в парламенте, избраны людьми, населением. Вот этими людьми, которые живут в Латвии. Если люди, которые живут в Латвии, их устраивает политика, проводимая парламентом, политику, которую реализует избранный парламентом начальник финансовой разведки, генеральный прокурор, верховный судья, руководитель суда Сатверсместерс, значит, народ так хочет. Это его выбор. Народ выбрал этих людей для того, чтобы они акцептировали такую проводимую политику. Политику уменьшения и урезания грузопотока по транзиту. Политику уменьшения и сокращения финансовых операций. Политику преследования инвесторов, исходя из каких-то только им видимых причин. Политику, которая позволяет начать возбуждать уголовные дела и преследовать любое предприятие, которое, не дай бог, ему не повезло, и оно открыло счет, допустим, в Айскруклосбанке. Не потому, что это предприятие плохое, а потому, что ему просто-напросто не повезло в свое время. Он решил, что Айскруклосбанка, это предприятие, является современным, надежным, большим налогоплательщиком Латвии, который инвестирует в большие проекты по развитию культуры, по развитию инфраструктуры. И поэтому, который обеспечивает современные услуги информационные и качественные по обслуживанию клиента. То есть, это был выбор клиента. Он выбрал этот банк. А теперь этот банк, благодаря чиновникам, которых назначили на должность депутаты, которые сейчас находятся в Сейме и находились до этого, выбранные народом, акцептированные народом. То есть, до тех пор, пока народ будет выбирать тех, кого он выбирает, кто реализовывает такую политику, до тех пор так и будет происходить. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Вот, не согласна с вами, да. Партия, которая сейчас руководит правительством, ну, сами все знают, что получилось самое маленькое количество голосов, но они там все сделаны для того, чтобы партии, которые, в общем-то, больше голосов, ну, получили, чтобы не допустить. Да. Каренч, вот, как премьер, собственно, я считаю, что он не имеет, не имел права быть премьером. Вот это его капитальный ремонт. Поставили властную женщину, вот, руководит этой службы. Там даже уже внутренние работники недовольны, как она, ну, как бы... Ведет дела. Да, это правда, у них есть конфликты внутренние. И такими вот, как бы, методами они сейчас наполняют бюджет. Грабя клиентов, грабя банки, которые из-за малейшей, там, какие-то неточности, миллионы штрафа накладывают, вот, это стиль работы, да. Так что избиратели не выбрали, да, то, что сейчас, в общем, ну, те люди, которые руководят правительством. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Да, спасибо за вопрос, очень интересный. Хочу только дополнить один момент. О том, как избиратели отреагируют и как они оценят результаты капитального ремонта, мы скоро увидим во время выборов в Рисскую Думу. Согласно одной из вариантов опроса последнего социологического по настроению избирателей, именно новая Яуна Венова-Тиба является практически лидером из тех партий, которые, возможно, наберут наибольшее количество голосов в Рисскую Думу. Во всяком случае, я видела результаты такого социологического исследования. Можно дискутировать, насколько он объективен или не объективен, но такие данные уже есть, они доступны в публичном политика господина Каринша получила кредит-балерия. Значит, определенные категории людей, части населения, она считает, что это правильно. Капитальный ремонт в той форме, в какой он проводится, по отношению к тем предприятиям, инвесторам, к участникам и игрокам рынка, которым он проводится, обоснован. И это означает, что часть избирателей электората поддерживают такую политику, и она их устраивает. Вопрос о том, что часть электората, безусловно, наверняка не воздержится от оценки после того, как через некоторое время, скажем, еще обычно бывает так, что идет эпидемия, как таковая, после эпидемии какое-то время идет затишье, а потом идет последствия. Это называется, наверное, как во время болезни обострение. Я прогнозирую, что на данном этапе скоро у нас начнется кризис определенный, и если не будет дополнительного финансирования для экономики со стороны Европейского Союза, то латвийская экономическая ситуация может пережить очень серьезные претурбации и изменения. И последствиями этих изменений в том числе могут быть и политические разные катаклизмы и изменения. И только от избирателя будет зависеть, кому они будут выдавать кредит доверия и как они будут оценивать то, что сделано, и то, что будут обещать. К сожалению, у нас, мне кажется, избиратели очень часто попадаются на предложения, которые популистические, которые очень красиво звучат, и которые на самом деле потом не реализуются. Тоже новая консервативная партия, пришедшая под лозунгами 3 по 500, никто 3 по 500 не получил, в результате урезали пособия и не в том размере, в котором необходимо было именно из малообеспеченных семей, из тех, кто получает маленькие пенсии. Именно из-за их 2 по 500 мистической программы, в результате которой только определенная часть налогоплательщиков получила маленькие доплаты в виде доходов, причем это была категория тех, которые получали минимальные зарплаты, маленькие, без рассмотрения рисков и без рассмотрения того, что результат, это около 27 миллионов, которые были в минус из-за фискального дефицита, изъяты из программы дополнительной помощи малообеспеченным как раз. Из-за помощи... То есть у одних малообеспеченных отняли, другим дали? Для того, чтобы обеспечить якобы прирост минимальной зарплаты, реализуя план новой консервативной партии, забрали из резервных финансовых ресурсов малообеспеченным, которые были предусмотрены 20 миллионов. Прекрасный, прекрасный результат. У нас есть еще звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый, еще раз, Константин, хочу не согласиться с вашей гостью по поводу молодой демократии. Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словения стартовали все одновременно. Но по результатам 2019 года транспорент-агентства Латвия на 44-м месте по коррупции, Литва на 37-м, Эстония на минуточку на 18-м. Даже Словения лучше, чем Латвия на 42-м месте. То есть тезис, успокаивающий, как мантра, который повторяют наши политические деятели постоянно, о том, что Латвия молодая демократия, прошло 30 лет, во-первых, 15 лет... Постарела уже демократия. Да, 15 лет осталось до того момента, как Латвия была в составе Советского Союза. 45 лет Латвия была в составе Советского Союза, и через 15 лет, 45 лет будет, как Латвия, независимое государство. На минуточку сравните результаты работы, количества инфраструктуры, построенной за 45 лет те и за 45 лет эти. И опять же, Эстония, 18-е место по коррупции в мире, она обогнала США и Японию, на минуточку, а стартовала вместе с нами. Ни о какой молодой демократии речь в принципе не идет. Спасибо. Хорошо, спасибо, да. Ну, мнение это понятно, я, в общем-то, с ним тоже согласна. А вот по WhatsApp у нас слушатель спрашивает, что думает эксперт о фальшивом лозунге борьбы с теневой экономикой? Реально, есть борьба-то с теневой экономикой? Или все-таки теневая экономика позволяет, ну, те же самые коррупционные деньги проводить в нужные карманы? Вы знаете, я не соглашусь как бы и с тем, кто звонил, и с тем, что борьба с теневой экономикой является фальшивой. Во-первых, демократия. Демократия это выбор, демократия реализуется через парламентскую республику. Парламент обеспечивает политический контроль над исполнительной властью, правильно? То есть парламент обеспечивает правящие партии, обеспечивают какая будет исполнительная власть, то есть министры набирают команды своих определенных аппаратов. Если мы сравниваем и с Литвой, и с Эстонией, это означает только одно, то, что в свое время Эстония предприняла ряд изменений, которые привели к тому, что в политику и в правительство пришло более молодое и более прогрессивно думающие представители населения, скажем так, да, молодое поколение, назовем это так, правильно. Молодое поколение обеспечило другой подход к решению вопросов и иной уровень коммуникации. Плюс нужно понимать, что Эстония, она работала над тем, чтобы на политическом уровне действительно общество было более объединенным и более единым для решения экономических и предпринимательских проблем. Кстати, в Эстонии тоже были большие скандалы по финансовым вопросам с Данской банки и с другими нюансами, однако мы не слышим о том, что в Эстонии тоже занимаются самобичеванием или мы не видим в публичном пространстве, что эстонские спецслужбы или представители определенных служб по аналогии с латвийской финансовой разведкой занимались бы такими мазохистскими сообщениями, как это делает Латвия. Правильно? Исходя из этого, мы делаем вывод, когда более молодое поколение занимается политикой и приходит к власти, то происходят изменения и в политической, и в исполнительной власти, что автоматически обеспечивает и решение экономических вопросов. Это один момент. По поводу теневой экономики. Когда я сравнивала развитие теневой экономики и периоды вливания в экономику Латвии еврофондов, то у меня как-то на этой скале прирост теневой экономики и получение инвестиций европейских денег, они как-то совпадают. Я бы сказала так, что есть сектора, которые действительно высокий уровень теневой экономики, есть сектора, где он уменьшился. Я могу сказать, что… В каких секторах уменьшилась теневая экономика? Теневая экономика уменьшилась в секторе торговли сельскохозяйственной продукции, но мы знаем, что там уменьшилась ставка на добавочную стоимость налога. Теневая экономика уменьшилась достаточно сильно в области оказания охранных услуг корпорациями. Теневая экономика уменьшилась в тех отраслях, несмотря на то, что, допустим, в области торговли поддержанными автомобилями все-таки уровень недостаточно уменьшился, но он снизился по сравнению с периодами, которые были ранее в Латвии. Я должна сказать, что практически уже не действуют схемы по отмывке налога на добавочную стоимость. То есть данные схемы путем перекрестного воздействия административных инструментов и уголовно-процессуальных инструментов, они сведены на минимальный уровень. И остались только либо сознательные, многоступенчатые, многоуровневые, сложно расследуемые схемы по подоходному налогу с предприятия и уменьшению, скажем так, и выводу дивидендов, которые занимают многоступеней, и они имеют на данном этапе уже межгосударственный аспект, где очень важна международная помощь и сотрудничество между структурами разных стран Европейского Союза. И имеют элементарный, я бы называла их элементарный модус операнди, уклонение от уплаты налогов, это когда просто не показываются все доходы. То есть не выдается либо чек, либо какая-то часть наличными взаиморасчетов происходит. И еще один аспект. Нужно прекрасно понимать, что на самом деле теневая экономика в глобальном размере не является абсолютным злом. То есть это хорошо или плохо, что человек ходит в туалет? Ну это необходимая физиологическая потребность нашего организма, я изменяюсь за пример. То есть и тогда в этой ситуации, если мы понимаем, что если мы не посетим вот эту комнату определенную, у нас будут физиологические проблемы. С таким же пониманием надо понимать, что теневая экономика это одна из составляющих, часть экономики. И только в том случае, если государство имеет стабильные социальные институты ответственности, эти институты социальной ответственности перед населением действуют эффективно, гарантировав качественное образование, доступную медицину и оперативное обслуживание в определенных институциях государственного управления населения, то и лояльность населения по уплату налогов и не ухода в теневую экономику будет гораздо выше. То есть люди получают наличные деньги и не платят с них налогов именно потому, что это для них способ выживания в условиях, когда государство этого выживания не гарантирует? Я думаю, что это один из мотивирующих моментов. То есть я готова заплатить все налоги и спать спокойно в ситуации, когда я знаю, если моей маме станет плохо, ее сразу же примет семейный врач, выписывает направление к специалисту на обследование, на операцию, на рентген, на анализы и на другие необходимые вещи, и она получит качественное обслуживание у специалистов. Если мой ребенок, у него пришел возраст полтора года, ему нужно идти в садик, я знаю, что я плачу налоги социально-подоходные, они идут в бюджет и самоуправление, подоход налог с населения и налог на имущество. И самоуправление обеспечивает, что мой ребенок в определенный период времени может поступить в садик и я могу спокойно идти работать. Тогда я знаю, что за то, что я заплатила, я получила качественную услугу. Мы видим, что лояльность по отношению к уплате налогов в странах коррелируется с тем, насколько в странах эффективно государственное управление. Насколько понятно населению использование финансовых средств. Если население видит, что финансовые средства, которые уплачены по налогам, идут затем на строительство тюрьмы, плепые, которая навряд ли дает понимание того, что это эффективное вложение денег на налогоплательщик, или говорят, что окей, тюрьма будет построена на европейские фонды, но тогда у меня вопрос, но затем-то содержать ее будут все равно за деньги налогоплательщиков в Латвии, навряд ли тюрьма будет зарабатывать или производить что-то, что можно будет продать, и на чем государство получит дополнительные налоги, создать дополнительные рабочие места. Если, конечно, не предусматривается, что в эту тюрьму будет посажена большая часть населения Латвии, и там будет организовано какое-то производство высокотехнологической продукции, например, схемы какие-то будут составляться, микросхемы, и они потом будут экспортироваться на другие экспортные рынки, скажем так. Ну, тогда, может быть, тюрьма и окупится, ну, всяко бывает, сложный вопрос. У нас было много звонков, сегодня в программе «Подоплека» мы обсуждали борьбу с отмыванием денег, по которой Латвия захватила такое сомнительное лидерство, обогнав даже такие страны традиционных финансовых гаваней, как Великобритания. И мы еще не обсудили вопрос о том, что, получая финансирование из бюджета, служба финансовой разведки, к сожалению, ставит под удар этот самый бюджет, потому что может статься, что люди, обиженные замораживанием денег, и крупные компании международные, которые с этим столкнулись, не смирятся с тем, как их чморили в нашей Латвийской республике и предъявят иски. И, к сожалению, сегодняшняя система ответственности чиновников и министров не предусматривает личного финансового участия в штрафах, которые, возможно, придется заплатить в таких случаях. А штрафы эти будут платиться из кармана налогоплательщиков. Но это тема, которую сегодняшний наш гость, депутат Сейма Любовь Швецова, предлагает оценить населению, которое выбирает этих политиков. Очередные выборы в Рижскую думу внеочередные у нас на носу. И партии, которые получат кредит доверия, очевидно, и продемонстрируют свои дальнейшие действия для того, чтобы экономика Латвии развивалась. У нас было много звонков. Спасибо вам за вашу активность. Сегодня в программе «Подоплека» еще раз повторяю, была Любовь Швецова, депутат Сейма. Программу провела Людмила Прибыльская, режиссер в студии Родион Золотарев. Всего доброго. Спасибо, всего доброго.